Добрый вечер, дорогие друзья! Дайте, пожалуйста, мне обратную связь, как меня слышно. Добрый вечер, да, спасибо, спасибо. Я сегодня несколько из необыкновенного места опять веду вебинар. Нахожусь я при чуде, недалеко от Тарту. Спасибо, запись пошла, да, пошла запись. Так, вот, и связана эта поездка тут с одним адресным проектом, поскольку очень интересной становится тема Бумуса, но это тема, скажем так, головной кампании, есть разработки, но Торф вроде... Добавил субтитры доставил DimaTorzok и, наверное, нужно, чтобы было необыкновенное изменение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, и таким образом начинает выясняться, что вроде бы в мире торфа много, а им пользоваться нужно тоже с умом. И те, кто борются за экологию, они борются и за то, чтобы торфом распоряжались в мире бы очень рачительно, потому что торф оказывается очень мощный ресурс, его в мире доселья не сильно, ну как бы крепко или мягко говоря, недооценивали. И таким образом, дорогие друзья, сейчас мы тогда посмотрим с вами по сегодняшней теме, что различные темы будут. Поэтому, хотелось бы сказать следующее. Смотрите, значит, что интересно то, что вот, например, в Великобритании запретят машины на бензине и на дизеле. Кто-то, может быть, из вас уже это знает, но вот для меня это было таким как-то знаковым определенным сообщением. Хотя, в принципе, я уже какое-то время назад, в начале года говорил, что четыре крупных города мира, это, значит, Рио-де-Жанейро, Токио, Париж и третий город был, по-моему, ну, неважно, еще какой-то четвертый город был, которые приняли решение, что к 2025 году, 2025 году, все бензиновые машины вывезти из города. Бензин тоже на, в общем-то, на дизельном топливе. Транспорт в городе закрыть на бензиновом и дизельном топливе. Вот, теперь, видите, Великобритания принимает решение, вот, и многие города над этой темой сейчас работают. Проскочил еще на этой неделе видеоролик, по крайней мере, для меня. Я когда-то видел просто его не роликом, а несколько фотографий о том, что в Турции проводят испытания. Оказалось, что это ролик 2014 года, и они никак, нисколько больше дальше не продвинулись. Мне не удалось этот ролик вам сюда закачать, вот, но он показывает там испытания аналогичного, как бы поднятого на 4 метра, 4-5 метров, по-моему, над землей транспорта, где рельсы подняты на эту высоту. Там дается описание, это транспортная структура, она несколько отличается от нашей. Но, тем не менее, в большинстве повторяет логику и технологические целый ряд узлов, которые есть и у нас. Но, что я хочу по этому поводу сказать. Когда мне прислали этот ролик, значит, моя реакция была следующая, что, вы же понимаете, что очень важно то, на какой стадии находится сама разработка, и как ею можно пользоваться. Там показан просто видеосюжет, видеосюжет. Видеоанимации, анимации можно сделать очень много. Мы в последнее время показываем не анимации, а уже показываем реальные записи. Это показала запись, которую я в начале сегодняшнего вебинара вам показывал. Это испытания, которые прошли по городскому транспорту, где юнибайк уже более 100 километров разогнался, выходит в режим последней фазы скоростных испытаний. До 150 его будут испытывать. Не до 120, а до 150, как мне сказали. Так что реальные процессы идут, и это самое важное на рынке технологии транспорта нового поколения. Теперь, что касается еще производства, рекомендую всем посмотреть, что происходит у нас в личном кабинете у вас, у каждого. Там есть информация, и информация говорит о том, что производство, производственная база Skyway, она укрепляется. Я показывал несколько вебинаров назад снимки, что там установлены или устанавливаются станки. Они уже практически отрегулированы и работают. То есть, это станок с программным управлением, ЦНЦ, станок, который может осуществлять... У него только один инструментарий, около 40 различных инструментов. А операций там может быть очень много. Я даже не помню, сколько там операций мог он делать. То есть, он заменяет, можно сказать, целый цех пониманий 20-летней давности, например. Целый цех токарей, фрезеровщиков и расточников различных. Так что это продвижение, очень крупное продвижение. Причем, укрепление идет, это укрепление, и идет еще расширение возможностей. Ведутся работы по подготовке к тому, чтобы строить еще один мощный производственный комплекс. Рядом с тем, мощный сравнительно, но примерно такой же, как сейчас существует в Минске, дополнительную производственную базу. И эта работа, которая ведется, это все является инвестиционным планом, инвестиционными работами. Какие новости из Индии и Индонезии? Смотрите, официальные сайты. Я в последнее время, как бы, начинаю воздерживаться от лишней информации, получив разок, значит, по ушам. За то, что, ну, как бы, пытался показать или хотел показать, как лучше, а получилось хуже, чем всегда. Вот, меня тут обвинили в том, что я показываю недоделки и какие-то нехорошие картинки. Хотя, ну, не смотрели люди, не смотрели люди весь текст, который пояснял, что испытание и сертификация, она предполагает неоднократный разбор и переоснащение транспортного средства. И был показан потолок Юнибайка, который разобрали. Но на этот счет сказали, что лучше, значит, не показывать, ну, я в дальнейшем не буду показывать, а информация, которая существует, лучше не говорить. Слушайте, официальная информация будет. Вот, эти станки, купленные производственной компанией, относятся... Вы знаете, я в прошлый раз говорил, я сейчас не помню, какая компания, но это мощные, хорошие ЦНЦ станки. Попадают ли они под обеспечение акций? Да, конечно, они попадают, они являются средством оснащения экотехнопарка и производственной поддержки сертификации. Поэтому они являются, естественно, имуществом, которое является, как бы, капитализируется и те акции, или, как бы, являются средством капитализации акций, которые существуют у Global Transport Investment. Так, не пишут. Обещаю рассказать про 300-400 АП. Обещал рассказать, но не расскажу, потому что, откровенно говоря, знаю очень мало, домысливать пока не хочу. Как только будут. А что нам надо знать про эти адресные проекты? Это обычные адресные проекты, которые... Не о которых, а мы вообще поговорим, какие могут быть адресные проекты. Это различные транспортные трассы, это различные решения один за другим. Вот, скорее всего, как, насколько я знаю, это взяты самые узловые точки, связующие узловые точки, где, ну, вот, скажем так, собираются в город А, а до города Б добраться, ну, никак. И в городе А состоит, стоит большая толчья. Если еще до города А и из города А куда-то в одну сторону, или, например, в один, в одни регионы можно разъехаться, то вперед продвинуться куда-то там, допустим, до Бомбея абсолютно невозможно. Там, как бы, бутылочная горлышко, то есть узкое место. И вот такие узкие места, их практически набралось по видению Министерства транспорта около 300 штук по всей, значит, Индии. О них идет речь. Какие, в какой последовательности, как будут, это, дорогие друзья, это еще требует проработки и, ну, как бы, установления последовательности. Поэтому, что о них сегодня говорить? Это различные проекты, можно предположить, какие это проекты, так что тут особо нечего домыслить. Предоплата будет, ну, дорогие друзья, значит, Владимир, конечно, будет. Как только проект оформляется, у него есть свои стадии, когда от намерения, намерения, да, мы написали намерение, допустим, 300 адресных проектов. Теперь начинаются адресные проекты. Это адресные проекты Индии. В Индии, кто ведет работы? В Индии ведет 100% компания Skyway, это Skyway Индия. Это дочерняя компания, 100% принадлежит Global Transport Investment, точно так же, как Евразин Rail Skyway Systems Holding. То есть, это дочерняя компания. Вся, весь доход, вернее, извиняюсь, вся прибыль, которая будет у этой компании, она идет в Global Transport Investment. Это значит, что она заключает договора, проходит определенный период, она зарабатывает прибыль, и эту прибыль делится с нею, ею с Global Transport Investment. Это значит, что это вода на нашу мельницу, как мы и говорили. То есть, все будущие проекты будут работать на Global Transport Investment, это значит и на нас, поскольку мы являемся совладельцами через Евразин Rail Skyway Systems Holding, через те акции, которые Global Transport Investment вложила в Евразию Rail Skyway Systems Holding, из которой мы имеем свои залоговые акции, ну и являемся, кто уже, как бы, свой инвестиционный пакет приобрел, становится полноправным владельцем этих акций и регистрируется в регистре. Так что, звук есть, вебинар идет, идет. Так, или как будет строить, или как будут строить. Ну, естественно, вы понимаете, вот Владимир, ведь мы же говорили с вами, что от договора до строительства достаточно длинный путь, и у него, у каждого договора, строительного договора или адресного проекта, и у него есть разные фазы. Мы сегодня будем говорить, первая фаза, предпроектная фаза. То есть, надо еще точно определиться, мы знаем, в каком месте, как я сказал, допустим, это точка А, город А. Так, а как простроить, куда построить, какая длина, что, это предпроектная фаза. Надо точно определить, точно определить, какие, в каком режиме, что будет работать, сколько, как, и это предпроектная фаза. То есть, сначала оплачиваются предпроектные работы, оплачиваются. Куда они идут? Естественно, они идут в Минск, в наше КБ. Это получает работу КБ, получает оплату. То есть, наша нагрузка меньше, но там приняты люди, которые работают на этот проект. Понятно. Теперь, когда начинается строительство, это еще до этого надо где-то от полугода до полутора лет. Поэтому вот отсюда надо и смотреть, когда начинается строительство, когда идут предоплаты по строительству и так далее. Но, в целом, для нас интересно то, что по таким адресным проектам, как я вам уже обозначил, цепочкой, которая нас интересует, является то, что стоит там Скайвей Индия. Вот, и через эту компанию Global Transport Investment получает свои прибыли. Это самое важное для нас. И оттуда идет, значит, так, что у нас здесь есть? Так, идем дальше. Смотрите, значит, что у нас есть дальше. Ну, завис что ли опять звук тут? Нет, не завис, слава богу. Не слушается просто. Вот, следующий слайд, он и есть. Вопросы наиболее часто задаваемые. Это как раз из той серии, что и вы сейчас задавали. Про переходность все тоже неизвестно вам. Владимир, вы как-то мне очень сильно вопросы задаете. Значит, известно. И могу с вами поделиться секретом. Значит, я вам точно и достоверно могу сообщить, что за две недели до того, как начнется десятый этап, вам лично и всем нам будет сообщено, когда он будет, переход этот самый. Значит, в любом случае в этом месяце его уже не будет, а в августе ждите. Финансирование адресных проектов. Этот вопрос проскакивал, я о нем несколько раз говорил, но как бы не мешает иногда, значит, немножко еще помусолить, поскольку нам же интересно, как вообще адресные проекты работают. Значит, смотрите. Инициация. Здесь очень важно понимать то, что у финансирования, то есть у проекта есть разные стадии, как я уже говорил. И поэтому финансирование адресного проекта, в первую очередь, когда стороны договариваются, значит, что есть заказчик, есть пользополучатель, вот, и идет, как бы, государство или заказчик, он является инициатором адресного проекта. Мы мало рассматривали таких вариантов, мы всегда рассматривали, а как бы мы могли быть инициаторами адресного проекта, подготовщиками этого адресного проекта. В данной ситуации я говорю о варианте, когда инициирует адресный проект заказчик. В данной ситуации по Индии обычно это государство или же местное самоуправление. Вот, и стадия инициации, там есть различные стадии, и финансирование осуществляет, соответственно, значит, государство. Но государство может сказать или местное самоуправление говорит, что дорогие друзья, партнеры Скайвей, видите ли, у нас есть только столько для финансирования денег. В лучшем случае мы вытянем долю, которая касается предпроектных работ, первых исследований, это самая такая рисковая часть. А дальше нам надо сотрудничество, надо искать деньги. И вот тут начинается разработка финансовой схемы. Да, мы знаем, что если в этом году государство говорит, не важно, местное самоуправление или же это министерство государственное, то это не значит, что в этом году уже есть финансирование. Есть какие-то государственные резервы финансовые, которые можно направить только на проектные работы, но не на глобальные какие-то строительные работы. А это значит, что в этом году надо срочно закладывать бюджет следующего или последующих лет. И вот представьте, что мы сегодня сидим с вами в июле месяце в Министерстве транспорта Индии и обсуждаем с вами, ну, вместе с Анатолием Эдуардовичем сбоку смотрим, идет обсуждение. Каков сам механизм движения денег? Он таков, что министерство сегодня говорит, да, давайте, оно подписывает соглашение, но у него сегодня нет реальных денег. Понимаете? Почему нет этих денег? Потому что таковы механизмы государственного финансирования. Оно сегодня говорит, это является сигналом для финансовых органов подготовки финансовых средств для этого проекта. Но еще проект надо проработать, надо знать, сколько на него нужно денег. Мы же сегодня сидим, мы не знаем, сколько на него надо денег. Его надо еще предпроектной стадии провести. И это значит, что в лучшем случае через 5-6 месяцев можно условно какую-то, ну, скажем, ориентировочную сумму можно выставить на проект. Можно предположить, сколько в следующем году надо будет освоить и в бюджет следующего года эти деньги завести. Это очень непростой процесс. Ну, есть такие механизмы. И это же касается местного самоуправления. Местное самоуправление должно знать, государство должно знать, как правило, в большинстве государств к октябрю месяцу. Местное самоуправление к ноябрю месяцу должны знать все свои, скажем, бюджетные затраты на доходы и расходы на следующий год. Должны спланировать. То есть, этот процесс, он идет как бы синхронно с тем, как существует мир, как работает, ну, в мире вот эта схема, финансовая схема. Так, Владимир, ну, сказал же нам сейчас, что в августе. Да-да, понятно, я извиняюсь. Я тут смотрю иногда, посмотрю, что здесь пишут. Так, медленно поезжайте, помогайте строить экотехнологии. Да, Сергей, тоже как вариант. Значит, смотрите, дальше, значит, это инициация, то есть, финансирование, оно является по стадиям, первая стадия инициация, предпроектные работы и так далее. Мы об этих стадиях говорили, в ближайшее время вернемся обратно. Источники. Они зависят от масштаба проекта. Государство, местное самоуправление, Skyway. Я не исключаю, вот, ну, на сегодняшний день я не приобщен к этим темам, но я так думаю, что, значит, все, кто занимается финансами в целом группы Skyway, стоит такой вопрос, во всей вероятности. Может стоять, что, значит, а может ли вы сами финансировать? А кто такое вы сами? Вы сами-то есть мы, это есть РСВ, это есть Кэпитал, это есть другие платформы, которые действуют или не действуют, я не знаю. Я знаю пока про две, которые эффективно действуют пока. Ну вот, поэтому здесь есть много источников. И, естественно, это так называемое частное финансирование и государственное частное финансирование. Здесь можно и так, и так этот вопрос опять рассматривать. И опять об адресных проектах, их инициация. Как я уже говорил, что когда мы говорим про Индию, там мы говорим про государственно, государство является инициатором. Но в нашем случае есть каждый из нас, кто маломальски разбирается или не разбирается, а желает разобраться, вполне может пройти стадию и начинать вот инициацию. Смотрите, здесь я как раз сегодня еще открыл справку. Так, она опять уменьшилась, поскольку меня выбило. Сейчас я тут быстренько 38 немножко увеличу. Смотрите, значит, в справке есть, которая была у нас, возможно и схема подхода к применению и предполагаемые результаты справки. Значит, шаги. Подписывается соглашение о сотрудничестве. Это есть и так называемые шаги, которые осуществляются при инициации, где указывается существо транспортной проблемы, которую предстоит решить и предполагаемые цели. То есть, например, я являюсь инициатором, вы являетесь или кто-то является местным самоуправлением или же это является какой-то организацией. Это может быть и частная организация, которая занимается, например, транспортировкой своих грузов или каких-то сырья, разработок каких-то куда-то. Они могут дать заказ, исходное задание, и я иду куда? Я иду в первую очередь, если я иницирую, я иду в головную компанию, обращаюсь в головную компанию. Лучше, если вы обратитесь ко мне или к Сибирякову или к Суходоеву, мы поможем тогда подготовиться, просмотреть вот это соглашение и начать этот процесс. Это все первый шаг. Преоплан действий по подготовке проведения авантпроекта. Описываются предполагаемые источники финансирования, регуляционная схема. То есть, это первый шаг. Второй шаг. Создается рабочая группа, начинается вся эта работа. Но я еще раз хочу вам сказать, что в рамках одного вебинара можно только обозначить основные какие-то точки. Вот мы неоднократно это делали. Я время от времени возвращаюсь обратно. И упираемся мы всегда в то, что надо начинать проводить, для тех, кто заинтересован, надо начинать проводить вебинары. И, скажем так, вообще даже не только вебинар, а обучающий курс, где я просто повторю, какая схема будет этого курса. У него уже определенные блоки или модули есть. Это первый блок. Это так называемая общая информация для широкого круга о существе адресных проектов и вообще проектного управления. Второй уровень, кто захочет идти дальше, это как бы поднимается и получает свое определенное знание для подготовки проектов. И третий, кто приходит на третий уровень, то есть дальше еще занимается, он получает соответствующий сертификат, который дает ему возможность и знания, и навыки получает управление подготовкой управляющей компании, создание управляющей компании по адресным проектам и ведение управления этой компанией или управления адресным проектом. Там две квалификации. Выгода получатель. Да, польза получатель и выгода получатель. По-русски лучше выгода получатель, Александр, согласен. Я перевожу дословно это с иностранного языка и с эстонского языка. С юридического я имею ввиду. Да, выгода получатель. Польза получатель. Можно, да, скорее всего, так пользуется. Спасибо. Поэтому, дорогие друзья, вот таковы результаты этих двух шагов. Видите, что получат варианты технико-экономического обоснования. Чего? Проекта. То есть технически надо обосновать. Инвесторы сидят в стороне, они будут рваться в этот проект, не зная, что он даст. То, что мы построим просто хорошую транспортную систему, она экологичная и так далее, это все хорошо. Но инвесторы сидят и смотрят, а есть ли здесь какое-то экономическое зерно, как правило, понимаете? Это так. И их средства здесь будут работать. Поэтому технико-экономическое обоснование надо знать. Соответствующий бизнес-план и решение о целесообразности реализации проекта. Потому что это заключение делает в первую очередь о целесообразности этого проекта, делает проектная группа, вернее, она подготавливает так называемое свое видение. А, естественно, выгодополучатель или же заказчик, он делает конечное решение, но описание первичного проекта дает Skyway КБ. И там есть свои рекомендации по поводу проекта, в ОВАН-проекте или предпроектных исследованиях. Визуализация результатов и технических решений. Делается исходные условия данные для исходных заданий по соответствующей части предстоящего проектирования и научно-исследовательских разработок. И действующий макет фрагмента транспортной системы. Это все. Кстати, это есть инициация и предпроектная стадия. Она требует тоже своего финансирования. И эти работы надо финансировать. И поэтому, когда мы говорим с вами о том, что, значит, и опять об адресном проектах, их инициация. Да, это процесс. Но эти процессы все надо оплачивать. И возникает вопрос, что поиск заказчика и выяснение, кто польза или выгодополучатель. Отлично. Значит, но, как я уже сказал, зачастую заказчик, он как бы средств, если он не частный заказчик, не частная компания, то, да и у частной компании она или же банк пойдет, или еще что-то будет придумывать, да, какие-то там облигации, что-то выпускать. Вот. Свободных денег мало у кого есть. Вот. И поэтому поиск вот этой всей финансовой поддержки этого проекта или реализации проекта обязательно нужно осуществлять. Поэтому это очень важно. Вот. И финансирование, самое важное здесь иметь в виду, финансирование начальной стадии инициации и технического задания проекта. Потому что, как правило, это осуществляют те, кто инициирует этот проект. Вот. Если находится заказчик, с заказчиком договариваются, если его нету, то есть вариант, когда таким, как бы, ну, финансируют это, например, в нашем таллинском проекте, который мы начинали в 2015 году, готов был заказчик сам профинансировать и взять на себя риски. И, вплоть до того, что, самый крайний вариант там было то, что предпроектная разработка ляжет просто на полку на какое-то время или на всю жизнь. Что если проект покажет, что там нецелесообразно делать, ну, значит, нецелесообразно. Вот и все. И стоимость этого проекта в таллинских условиях это было почти 410 тысяч евро. Значит, по, ну, там есть свое соотношение от стоимости проекта, сколько идет вот на эту стадию работ в проекте обычной, сколько она стоит. Вот. И, естественно, в адресном проекте очень важна разработка финансовой схемы проекта. А сертификация, когда будет закончена технология в Беларуси? Она никогда не будет закончена, Владимир. Вы понимаете, дело в том, что обещали еще сделать весной. Что обещали? Никто не обещал никогда, что вот, все, мы весной закончим всю сертификацию. Речь шла о том, что начнется сертификация и будет проведена, в какой-то срок будет проведена сертификация городского транспорта. Вы посмотрите бизнес-план, что должно быть на девятом этапе. Вы же понимаете, когда вы задаете вопрос, когда будет десятый этап, лучше всего, вот сейчас я как бы надыбал, как говорят в народе, значит, сообразил. Посмотрите бизнес-план, дорогие друзья, этапов. В девятом этапе очень четко написано, какие работы должны быть выполнены. И вот вы знаете, я очень придирчиво к этому делу относился. Могу в следующий раз, я прямо сейчас запишу себе, что в следующий раз, давайте посмотрим бизнес-план. Значит, в следующий раз бизнес-план и 15 этапов. Значит, что имеем на девятом этапе? Все выполнены, даже перевыполняется, дорогие друзья. Производства там нету, там нет бизнес-плане и в девятом этапе производственной базы. А мы ее делаем. И тут стоит вопрос, то ли, значит, рвать пуп, мягко выражаясь, и любой ценой, значит, осуществить так называемую сертификацию, закончить в июле или в мае, да, или же, значит, обеспечить процесс втягивания производства и последующие этапы работы производства юнибусов. Это надо всегда принимать очень четко решение, дорогие друзья. И поэтому нельзя делать таких скоропалентных решений. Поэтому ответ на ваш вопрос, уважаемый Владимир, что когда будет закончена технология, технология, во-первых, никогда не будет закончена, потому что сертификация технологии, она будет идти по нарастающей. Я уже прошлый раз или позапрошлый раз, не помню, показывал, что даже сам струнный рельс за период с 2016 года прошлого лета по сегодняшний год, за год, он претерпел три модификации. Три. Три, этих которых я знаю. А есть еще модификации, которых я, вероятно, не знаю. Понимаете? И он уже совсем не такой, который у нас на рисунках. На рисунках принцип только нам показывает. Все. А там он уже какой-то совсем четвертый или пятый вариант. И он рабочий. Понимаете? И поэтому это все непросто. Поэтому технологии никогда не закончатся, ее сертификации. Нарабатывается новое развитие. Для этого экотехнопарк и есть. Он же ведь экотехнопарк не для того, что мы сделали до какого-то там... Например, до 1 августа 2017 года и дальше он становится музеем. Нет. Никогда. Там музейная часть, только дедушка Скайвей, это ЗИЛ, который стоит на... Теперь уже на так называемом постаменте из фрагмента трассы струнной структуры на входе, на въезде в экотехнопарк. Все остальное это действующая модель опытной площадки, опытного экотехнопарка. Там постоянно ведутся разработки, постоянно ведется сертификация. В чем вы единственное право, задавая вопрос, скорее всего, правильный так задать, что когда закончена сертификация городского транспорта? Практически, вот видеоролик, который я показывал, он показывает, что практически прогон, но это еще он не сертифицирован окончательно. Потому что требуется еще целый ряд работ. И тут мы возвращаемся обратно к рискам, которые у нас с вами есть. Нет технологических рисков, как я всегда говорю, а есть у нас риск по фактору время. И здесь ничего такого страшного нет. Месяцем раньше, как я всегда говорю, месяцем позже, бога ради. Понимаете? Двумя месяцами позже, ничего страшного нет. Самое главное, чтобы мы держались в конве и нас не мотало бы слева направо. И этого нет, если мы посмотрим в те работы, которые расписаны у нас по этапам. И дойдем до девятого этапа. Все очень четко, все очень правильно. Даже больше, чем надо, выполняется. В этом плане мы в режиме. А то, что где-то кто-то что-то говорил, я этого не говорил, что сертификация будет закончена. Ну, спросите, кто рассказывал. Могу видеорепортаж вам прислать? Ну, пришлите, да. Бывают видеорепортажи. Вы о Дивиденном когда обещали? Ну да, обещали. Сергей спрашивает. Сергей, провокации или глупости? Нет, вопрос, скорее всего. Это когда картошку выкапывают на второй день после посадки? Да, согласен. Есть такие тоже варианты. Бизнес-план, дивиденды могут быть уже... Нет, вы знаете, по расчету они могут быть и за этот год. Но вы же понимаете, как это происходит. Ведь это же не так, что появилась прибыль, и мы ее сразу распределили на дивиденды. Пускай там хоть будет, допустим, там, ну, я не знаю, там, по одной тысячной цента на одну акцию. И мы их распределили. Какие-то дивиденды можно распределить. Когда распределяются дивиденды? Мы об этом уже говорили. Дивиденды распределяются по результатам прошедшего, ну, как бы, целого цикла экономического. Целым экономическим циклом считается один экономический год. У Skyway, у Global Transport Investment, Евразия and Railway Systems Holding, таким периодом является 1 января, 31 декабря. Значит, за 2016 год у нас никаких прибыли таких нет. У нас есть расчетные прибыли, но это нереальные деньги. Расчетная прибыль у нас есть в том случае, если мы пересчитаем капитализацию, которая осуществляется в экотехнопарке. Как это делается? Это делается таким образом, что проектная стоимость экотехнопарка, допустим, не допустим, она есть там 230 чем-то миллионов, извиняюсь. Уже на сегодняшний день действующий экотехнопарк, он стоит дороже. Но с момента, есть разница, завершена сертификация технологии или экотехнопарк сдан в эксплуатацию. Он сегодня эксплуатируется, но не все его части, не все его системы запущены в эксплуатационный режим. Это разница, дорогие друзья. Так вот, с момента, когда экотехнопарк будет сдан в эксплуатацию, это значит, будет подписан акт о его эксплуатации. Это значит, что уже вовсю идет или будет пройдена какие-то там, скорее всего, городская технология городского транспорта будет на всех видах, на весной, под весной будет испытано, грузовой транспорт будет сертифицирован и так далее. То высокоскоростной будет в каком-то режиме, то экотехнопарк в рамках вот этой территории, 36 гектаров, его можно сдать в эксплуатацию. Трассу высокоскоростного транспорта сдадут в следующий год в эксплуатацию по планам. И таким образом это значит, что после этого начинается уже оценка стоимости и теперь возвращаемся обратно к тому, сколько могла бы быть прибыль. Прибыль это то, что между расходами, то есть то, что остается после вычитания из расходов, из доходной части расходов. Но у нас реальной доходной части не будет, у нас будет расчетная. Откуда она возьмется? Она возьмется из того, что методом сравнительной оценки аналогичного экотехнопарка или аналогичной площадки сертификации транспортных систем по себестоимости наша транспортная площадка 230 миллионов с чем-то там, ее сравнительная стоимость более 1 миллиарда 200 миллионов. То есть вот эта разница, практически более чем в 1 миллиард и есть прибыль компании, расчетная за год, капитализационная прибыль. Но ее нигде деньгами не возьмешь. Но она будет в этом самом как бы в балансе, в балансе она будет отображена, но ее можно отобразить только в 2018 году. Это так называемое неденежное, но к тому времени будут и денежные средства. Так что вполне реально и вполне возможно, что источники для этого есть. Они есть, откуда можно взять деньги, я не буду сейчас их раскрывать, это не моя задача у компании. Но если кого-то заинтересует, в частном порядке могу сказать, громко не буду говорить, что для этого можно сделать компании, чтобы найти средства и определенные дивиденды как бы выпрать. Прибыль уже можно получать в этом году, как уже говорил тут я и говорили мои коллеги. Как говорили мои коллеги, что уже сегодня есть у нас прибыль. Вы посмотрите, что инвесторы, которые работают в этой системе с 2014 года, сравните инвестиционный пакет на входе, когда был, и так называемая расчетная стоимость одной акции, и расчетная стоимость одной залоговой акции, которую вы получаете сегодня за любом из пакетов, под которые вы инвестируете. И вы получите вот эту разницу, вы получите эта прибыль, если умножите на количество акций, получите всю сумму. Эти суммы не маленькие, они уже составляют 100 и более процентов годовой прибыли. Понимаете? Процесс идет. Да, вы скажете, а где эти реальные деньги? Пока их никто не дает. Но к концу года я уверен, что будет компания обратно принимать акции уже от людей, да, вот, или в виде биржи, или просто как возврат, кто пожелает, кому нужно будет вернуть акции, по определенным условиям. Но выгодным для людей условиям, я вас убеждаю. Я вас умоляю, что это так будет. Так можно это обрадовать, если нет сертификации? Поясните, ну, нет, вы понимаете, вопрос-то в том, что пока и не продают, ведь, смотрите, почему мы продаем уже в Индии? Мы потому и продаем в Индии, что индийское правительство сказало, что, дорогие друзья, мы готовы идти с проектом параллельно процессу сертификации. И проекты, которые мы будем реализовывать в Индии, на начальной стадии, на начальной стадии, будем их рассматривать как пилотные, и это их законодательство позволяет делать и воспринимать их как проекты, в процессе которых осуществляется и сертификация. Поэтому там, если вы посмотрите, то я так думаю, что, ну, скажем, 10% из всех задекларированных адресных проектов это пилотные проекты. И они будут идти впереди планеты всей индийской части. Они для того и есть, чтобы осуществлять в их процессе. Параллельно идет строительство экотехнопарка в Индии и начинается сертификация. Почему? Я вам еще отвечу, что Австралия, потому что сейчас проект и, как бы, такими, ну, медленными шагами идет дальше, ждут, ждут, когда, значит, во-первых, сертификационные результаты надо получить, их надо затвердить и легализовать в Австралии. Не все так просто. Так, ролик названия сертификации посмотрите на Ютубе. Хорошо, я посмотрю, но что-то вы не там, не то поняли, Владимир. Татьяна Бекер. При успешном выходе на мировой рынок и строительстве дорог по всему миру доходность предположительная и не гарантируется. Нет, вы знаете, дело в том, что, что такое доходность. Смотрите, значит, мы недавно рассматривали один проект или, ну, скажем так, вероятность прикидочная, расчет одного проекта в Таллине. Казалось, сам проект по себе, он, ну, расходный. Ставил вопрос, значит, ставить цену, не ставить транспорт, Таллине бесплатный. Значит, если это будет бесплатно, где брать деньги, ЗИН, из какой тумбочки. А фактически это делается таким образом, что надо сравнить с тем, что на сегодняшний день мы имеем. Если эту трассу мы осуществляем любым из видов транспорта, хоть автомобильным, хоть, ну, в смысле, я имею в виду автобусным, хоть троллейбусным, хоть трамвайным, хоть метро, хоть монорельсом в городе, пожалуйста, точно та же себестоимость строительства транспортной структуры. Раз. Второе. Второй фактор, который оценивается, это стоимость транспортных средств, которые там на ней будут, плюс стоимость, скажем, станции и системы управления. И последнее, самое важное, или одно из тоже, ну, наиболее важных, это эксплуатационные расходы на год, на 5, на 10, на 20 лет. Все. Отсюда начинают вырисовываться, значит, что выгодно, что невыгодно. Откуда доходность? Предположительно, она гарантируется. Доходность и решение, естественно, не учитывается там. А если еще учесть, скажем, те земляные наделы, которые, грунт, земля, да, участки, которые уходят под все, под дорогу нужен, нужен земельный отвод. Под трамвайную линию тоже нужен жесткий земельный отвод. Там масса разных под землей кабелей надо переместить там. Это там просто сервитутов навести. Здесь все значительно проще, значительно дешевле. Это все понятно. Вот и отсюда начинается оттанцовка вот всего этого дела. Объясните вот эту строку, которая есть на одном из лендингов. Какая? А, доходность предположительно и не гарантируется. Ну вот я и объяснил вам. Доходность, она гарантируется, но она гарантируется. Доходность всегда есть, ее правильно надо найти. Опять приведу, Татьяна, вам пример. То, что мы в 2015 году делали, рассчитывали по технополису, это большая застройка недвижимости. 1,2 километра трассы, предположительно. Предполагается, она еще не, ну как бы, она еще актуальна. О ней еще, скорее всего, будем говорить. Там получалась такая картина, что было сделано предложение собственникам, владельцам этой территории развития недвижимости. Там тогда работало где-то около 6 тысяч человек, и автомобилей парковалось более 4 тысяч. Это был 2015 год, август месяц. Вот. И предполагалось развитие. Просто для сравнения вам скажу, что сегодня, в 2017 году, там уже больше 10 тысяч, 6 тысяч и больше 10 тысяч, как бы, арендаторов. И автомобилей паркуется почти 8 тысяч ежедневно. Чуть больше. То есть, практически все удвоилось почти, да. Вот. Тогда было у них сделано предложение там построить, чтобы по этой территории от парковок до своих рабочих зданий, там, до торгового центра, до детского садика, до фитнес-клуба, там, до ресторана, столовой и так далее, можно было бы попасть. Ну, не толкаться по территории, не ездить там, занимать лишнее время. Трамвайную линию проложить было сделано предложение. Стоимость трамвайной линии 23 миллиона. Когда посчитали, сколько же, там много поворотов было, это значит, поворотные анкерные опоры должны были, они практически почти под прямым углом должны были быть. Они самые дорогие были. Поэтому трасса была 10 миллионов скайвей стоимостью. То есть, ну, чуть больше, 2,3 раза дешевле. Вот. Не была посчитана еще стоимость земли. Если ее посчитать, она была бы еще дешевле. Суть не в этом, суть в другом. Когда стали считать, доходность практически, ну, только в сравнении есть доходность, да. Но получилось так, что мы нашли такое интересное решение. Что, дорогие друзья, что, вот смотрите, значит, что всем арендаторам движение будет бесплатно. Но свою прибыль владельцы будут получать с добавки к взиманию арендной платы с одного квадратного метра всего 0,12 центов на квадратный метр. Это минимально, очень маленько. И все арендаторы будут бесплатно передвигаться вот по территории, будут обслужены полностью. Вот. И они сказали, о, это очень интересно. Но тогда надо эти денежки просто им отсчитывать. И они сказали, что, да, хорошо, мы со Skyway рассчитаемся сразу по завершении проекта. Так, посчитали сумму, вот, и получилось, что если или когда Skyway, группа Skyway осуществит эти работы, то, во-первых, будут оплачены все проектные работы, то есть по договору, да. Вот, КБ, там, строительство юнибусов, юнибайков и так далее. Все, все, все будет оплачено. Будет какая-то небольшая минимальная прибыль, оговоренная заранее, да. Вот, и плюс будет, так называемый, данный выкуп, выхода Skyway из этого проекта. 8 миллионов евро еще плюс. Понимаете, да? То есть, это достаточно хорошее условие, потому что они увидели, что они будут получать прибыль с аренды, ну, как бы, площадей. Но это такой нетипичный пример. Различные примеры можно приводить в том, насколько люди быстрее получают на работу, ну, доезжают, как, насколько меньше автомобилей в городе двигается. Например, в Таллине речь и в Риге там идет о том, что парковочные дома будут, люди будут оставлять там свои машины, за это тоже надо платить. И так далее, и так далее. То есть, это все надо рассчитывать и просчитывать, дорогие друзья. Вот эту строку, которые люди задают вопрос. У меня спрашивают, почему нет головки рельса в экотехнопарке. Но она есть в монографии, Ницкая, Бизнес-Плани. Как ответить верно на этот вопрос? Вы знаете, головки нету, потому что, скажем, еще окончательно не принято решение и идет технологическая лабораторная доработка. Я могу только настолько вам сказать, как я это дело понимаю, что сейчас даже несколько меняется концепция, значит, качения колеса по головке рельса. От этого может конфигурация головки рельса меняться. Это первое. Второе. Еще не принято решение окончательно, кто ее сделает. Понимаете? Вот в чем вопрос. А вести от черта на куличках. И там есть еще другое. Что вести и в каком виде это делать? Делать ли в виде, как бы, ну, скажем, плети или же, скорее всего, это будет так называемая раскатываемая, раскатываемая, то есть там технология, как в каком виде это делать. Вот только в этом. Поэтому сейчас все осуществляется без головки рельса пока. И мы, скорее всего, этих деталей и не будем знать, дорогие друзья. Нет, головка будет в любом случае, Владимир. Без головки не будет, потому что мы не будем... То есть страдать будут все показатели. Все показатели рассчитаны на головки. Там совсем другие показатели. Там и по децибелам, которые осуществляется, шум при движении. И это и расходы топлива, условного топлива или электроэнергии на передвижение на 100 километров и так далее, и так далее, на долю какого-то груза. Так, дорогие друзья, идем дальше. Смотрите, значит, я что хочу вам сказать и к чему я сейчас подведу. В любом случае, это разговор. Сейчас мы переходим в последнюю фазу сегодняшней встречи. Я хочу вам сказать, что, или, скажем, как бы правильно сказать так, бальзам на вашу душу тех, кто сумлеваются, что проект, вот он, закончится, как бы вход в коронную компанию и все, и жизнь закончилась. Нет, дорогие друзья, смотрите. Видите, глобальные предпосылки вообще точки хаоса в мире, точки хаоса, это о чем говорит? О том, что мы находимся, видите, здесь, значит, я сейчас возьму стрелку, а то я вожу своей рукой, точка хаоса. Мы подходим к тому, что принудительные глобальные предпосылки уже принудительные, понимаете? То есть нас уже принуживает природа к тому, что изменений к 2015 году по воде, по почве, по воздуху, по климату, по транспорту. Если правильно сказать, что вот здесь, если поставить любой проект, который сегодня в мире рассматривается, если вот здесь поставить его, то он должен проходить по всем этим параметрам оценки, понимаете, да? Он соответствует этому или нет? Нет, потому что от этого зависит все то, что нам жизненно необходимо. В противном случае уже следующее поколение, это первое поколение этого века, следующее поколение 25 лет будет последним, которое живет еще в режиме так называемой увядающей цивилизации. Дальше начнется крах цивилизации, но мы его ощутим уже начиная с 25 года, если не раньше. Мы уже сейчас ощущаем определенные моменты в этом процессе. Поэтому сегодня наш проект является жизненно необходимым. Он является как бы стартовым. И это еще раз подтверждает то, что Анатолий Довардович правильно говорит, и почему он это говорит, что дорогие друзья, Skyway это только ключ к развитию в будущем. А развитие будущего это вывод всей промышленности земного шара, вывод на околоземную орбиту. То есть, увод с биосферы Земли и этим самым улучшение ноосферы нашей цивилизации, нашего существования здесь на Земле. Поэтому это является глобальными предпосылками. И это вода на нашу мельницу, а мы являемся продвижим. Поэтому мы говорим, строй Skyway, спасай планету. Это не просто так придуманная какая-то... Сегодня дом Skyway мы не будем рассматривать, у нас уже времени нет. Вот, но рекомендую к нему вернуться. Вот, видите, уже к планетарному дому Skyway мы подходим, да. Здесь очень важно, он должен быть безопасным. Проект объединяющий, экологичный, рачительный, эффективный. Вот, и технология или технологии должны быть. Пилотные площадки, то есть дом, они должны вращаться в одной логике. Объекты инвестиций, значит, транспортные проекты, инфраструктурные проекты, масса разных проектов. Это все будет базироваться или фундаментом будет устойчивость ноосферы. То есть, ноосфера это и социума, и той среды жизнедеятельности, где мы находимся. А базой является обучение, изменение, готовность кодекс человека планеты. Мы к нему желаем и того или нет, мы к нему в любом случае придем. Это экозащита, это социально-экономическая защита. То есть, это все процессы, которые очень важны в нашем случае. Это так называемое, мы к этому еще придем и поговорим. То есть, в случае будущем Spaceway, или так называемый, значит, путь космос, да, он является именно, будет состоять из многих таких домов. И это очень важно. По этому же самому принципу, которому Skyway строится. И еще, что я вам хочу положить на душу, что проекты нового поколения это взаимоотношения. Самый основной принцип взаимоотношений. Новое перемещение, смарт-технологии, новое сотрудничество. Это шестой технологический уклад. Технология шестого уклада это Transnet. Это, значит, все возможные движения материальных средств. Что самое интересное, получается и то, что передача информации, которая сегодня осуществляется в интернете, она тоже будет решаться за счет шестого технологического уклада. Интернет является ведущим технологическим средством или технологической базой пятого технологического уклада, а будет решаться его задача, его проблемы именно в шестом технологическом укладе за счет Transnet. И немалую роль в этом соглашает Skyway. Это сетевое, кластерное, сотрудничество новое. Не потребительское, без меры, расточительность. Это не будет осуществляться в этом шестом технологическом укладе. А созидание, мера, рачительность. И экономика становится поощряющее развитие, а не накопление прибыли. Разница здесь есть, и мы можем об этом поговорить еще. Социум – это сеть, кооперация, кластер, партнерство в социуме. Финансы, деньги, не товар. Мы от этого в любом случае уйдем в ближайшее же время. Это самое большое зло, которое сейчас у нас существует после других зол. И это такие вещи, о которых надо знать. К этому надо так. И это все следующее, о чем мы говорим. Теперь, напоследок, на закуску всем. Смотрите, дорогие друзья. Значит, какой свой вклад в общее дело я еще могу сделать? На любом уровне. Это каждому из нас очень важно. Что я сделаю? Как я это сделаю? Когда? Какой ресурс я для этого имею? Что мне для этого еще нужно? Ага, определился опять. Что я сделаю? Как? Когда? Какой ресурс я для этого уже имею? Что мне для этого еще нужно? И вот таким образом. Вот вам вопросы для того, чтобы вы работали со своим развитием. Но, развиваясь сами, мы с вами влияем на то и поддерживаем то, чем мы занимаемся. То, во имя чего мы трудимся. Это Skyway. Это развитие технологий, вывод транспорта нового поколения на мировой рынок. Это нам в любом случае выгодно во всех отношениях. И я думаю, что большинство из вас это уже понимает. Владимир, смотрите те вебинары по средам и выступлению Ницкого. Когда он построит и где он будет. Галина. Галина. Владимир, смотрите технику на мировой рынке по средам и выступлению Ницкого. Хорошо, посмотрю, когда смогу. Галина. Так. Это не моя тема. Хотя, в принципе, мне эти вещи надо знать. Вот. Ну, выступлению Ницкого я смотрю. Так что, благодарю за напоминание. А, спасибо. А, другому Владимиру. Ну, вы знаете, я тоже задумался. Спасибо. Нет худа без добра, Галина. Так, дорогие друзья. Ну, все. Спасибо вам за участие за сегодняшнее. За ваше родение общему делу. Желаю вам продолжения лета. Насколько где его искать, как она есть. Накапливаться сил для того, чтобы идти дальше. Строй сковей, спасай планету. Всего вам доброго, вам и вашим близким. До следующей встречи, дорогие друзья. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok